Привет! Меня зовут Ольга Амосова, и вы находитесь на YouTube-канале Ольга Амосова. Также я приветствую слушателей подкаста «Пани на диване», которые сегодня впервые могут стать и зрителями. Около 10 лет назад на этот канал я стала выкладывать видео со своими выступлениями, но так ни разу и не рассказала о себе. И чуть меньше года назад я начала подкаст «Пани на диване», в котором рассказывала о громких культурных событиях Москвы и не только, и давала особо ценные советы. Мне показалось, что я так люблю описывать короткие свои отзывы в Инстаграме, то подкаст — это то, что мне нужно. Но спустя 10 выпусков я поняла, что мне не хватает картинки, и несмотря на очевидные плюсы подкаста, возможность дать отдохнуть глазам, это не совсем моё. Во-вторых, я вышла на финишную прямую по подготовке своего очередного сольного концерта, и справедливости ради чужие выступления стали меня волновать значительно меньше. Актёрская эгоцентричность вошла в чат. Но, как я и обещала, я возвращаюсь со вторым сезоном подкаста «Пани на диване», в котором буду рассказывать не только о своих эмоциях и мыслях о самых лучших спектаклях, концертах, выставках, но и о себе как об артисте. И сегодня как раз такой выпуск. Для меня это абсолютно новый опыт, и так как я сама записываю и монтирую видео, то постараюсь говорить как можно более связно. Сразу скажу, что все ссылки на мой канал, и на Инстаграм, и на мои подкаст-платформы, и на страницу с продажи билетов я оставила под этим видео, и под эпизодом подкаста, в зависимости от того, как вы меня слушаете или смотрите. Аплодисменты в студию. Первый эпизод второго сезона подкаста «Пани на диване». Меня зовут Ольга Амосова, и когда я вырасту, я хочу стать всемирно известной исполнительницей народной музыки. Если у вас перед глазами сейчас принеслись кокошник, красные сапоги, то да, и это тоже, но под народной музыкой я понимаю музыку разных народов мира. Я любитель музыкальной комедии, поэтому просто петь для меня мало. Народную музыку в рамках концерта, в принципе, невозможно представить без танцев, а я и не собираюсь. Поэтому каждую песню я прорабатываю с хореографами. Раз есть танцы, должны быть и костюмы. Конечно, нет ничего красивее настоящих нестилизованных народных костюмов и дорогих натуральных тканей с вышивкой и отделкой ручной работы, аутентичными украшениями, обязательно соответствующими головными уборами и обувью. И когда выступаешь с каким-то одним номером или просто фотографируешься, то не надо ничего придумывать. Берешь оригинальный народный костюм и не переживаешь. Но концепция моих концертов такова, что татарские песни сменяются грузинскими, грузинские португальскими, португальские еврейскими, еврейские колумбийскими и так далее. И невозможно после каждого номера уходить за кулисы и полноценно менять костюм. Поэтому мне пришла в голову отличная, я считаю, идея на основу базового платья. Мы нанизываем детали разных образов, которые позволяют ярко обозначить колорит. Одна татарская шапочка чего стоит? Если честно, такие представления больше похожи на спектакли, чем на концерты. И чтобы все выглядело на высоком уровне, я собираю команду профессионалов. Живая музыка никогда не сравнится с минусом. И всегда, абсолютно всегда, таит в себе половину прелести представления. Поэтому я совершенно не удивляюсь, что, услышав неинтересных доселе музыкантов, живую зритель в них влюбляется. Конечно, бывает и обратный эффект. Народный жанр, на мой взгляд, хуже всего воспринимается с записанной фонограммой. Поэтому все мои народные песни исполнены под живую музыку. Как вы понимаете, в интернете нереально найти записи нужных мне песен. Эти аранжировки под нужные мне инструменты. Поэтому в моем малом симфоническом только самые лучшие музыканты, которые не только играют, но и слышат, импровизируют, придумывают. Страшно сказать, но уже больше 15 лет Валерия Шотовна-Соборова, лучший аккомпаниатор, помогает мне во всех авантюрах. И под свое доброе имя приглашает лучших музыкантов для наших экспериментальных проектов. И отвечает за итоговое звучание нашей команды. О каждом музыканте, который играет в предстоящем концерте, я рассказываю отдельно в своем инстаграме. Снимаю сторис с рассказами об инструментах. И это любопытно даже для тех, кто не шибко интересуется музыкой. Вы как хотите, но без танцев пропадает половина удовольствия. Учитывая, что я пою и пою живьем, и пока без бэк-вокала, чем, возможно, мне стоит подумать, все танцы должны быть адаптированы под мои потребности. Ну и да, не забываем, я не моя плесецкая. И вот такой сложной и капризной работой занимаются мои любимые танцоры, с которыми я тоже очень-очень много лет. Они видели мой путь от «я задыхаюсь у двух шагов влево» до «добавьте жару», меня распирает. В концерте 4 сентября за хореографию отвечает Анастасия Кузнецова. Кстати, бесполезный, но интересный факт. В моем концерте моя балетная труппа состоит из трех семейных пар. А вот, собственно говоря, вам это важно. Но за подробностями я тоже отправляю в свой Инстаграм. Посмотреть, как профессиональные танцоры запоминают движение, как объясняют мне, как что выполнить, как сделать ту или иную поддержку, это забавно. Самые эмоциональные и разобранные на цитаты мои уроки вокала с педагогом по вокалу Евгенией Владимировной Ансеровой, с которой я с 2003 года. Евгения Владимировна заставляет меня продумывать образы, брать неберущиеся ноты, дышать незаметно, одновременно петь и танцевать, петь песни с непроизносимыми словами, слышать подсказки в музыке и не сомневаться в себе. Жаль, что Евгения Владимировна настолько спонтанна, что мне редко удается заснять самые ее такие перлы. Чтобы сложить вместе столько разношерстных процессов, конечно, нужен режиссер. И он у меня лучший. Со мной соглашается работать Владимир Ильич Кочержинский, заслуженный артист России. Он научил меня улыбаться, принимать аплодисменты, не забывать о взгляде, смотреть на зрителей и еще много чему, но я обо всем не расскажу, а то вы тоже начнете это видеть. Также в этом видео я отвечу на пять самых популярных вопросов рубрики «Вопрос-ответ» в Инстаграме. Первое. Какой я национальности? Мне вообще иногда кажется, что я именно той национальности, чью песню я сейчас исполняю. А если не котетничать, то я русская. В первую очередь не по крови, а по духу. Второй вопрос. Где я нахожу все эти песни? Ну, самое простое, очевидное, на Ютубе. И чаще всего это какие-то любительские видео, иногда даже семейных праздников. В принципе, поиск народной музыки в интернете в 21 веке сравним с экспедициями в деревни, в которые направлялись студенты творческих вузов в 20-м. Второй по продуктивности для меня вид поиска — это посещение концертов народных коллективов. Я это безумно люблю. И да, восторг от увиденного — не помеха, чтобы взять на заметочку какую-нибудь песню. Благо, народное искусство принадлежит всем. И третья библиотека — да, поиск библиотеки долг и неудобен, но я тот самый человек, который мучает старенького библиотекаря просьбами достать вот тот самый сборник нот монгольских песен, который никто не просил с 73-го года. Это я. Исполняя народную музыку, невозможно стать знаменитой. Или народная музыка несовременная. Ну, начнем с того, что народная музыка вне времени и пространства. Это та музыка, которая записана в наших генах, которая отзывается в нашем теле вне зависимости от нашего к ней осознанного отношения. Это музыка, которая не может устареть. Это не значит, что она не меняется. Меняется, и если я услышала песню, например, в исполнении северного народного хора, которую они в свое время записали в какой-то глухой деревушке от бабушки, которая услышала ее давно-давно в молодости, и адаптировали, аранжировали ее, а затем я ее переработала под себя. А кто-то услышал эту песню в моем исполнении впервые. Ну, вы понимаете. Но так народ и хранит свою культуру. Четвертое. Какими языками я владею? Русским и английским, и все. Слова на остальных языках я всегда учусь посторонней помощью. Во французских и немецких и украинских песнях мне помогает моя бабушка. В испанском Алена Беррисон. Кстати, мной еще не раскрыт ее шведский потенциал. Итальянские и португальские тексты — это заслуга еще одного полиглота Оли Ясинской. С грузинскими мне помогает прекрасная Тамара. С одной египетской песней мне вообще помогали всем миром. Оля Куландер в Швеции, Максим Куранов в Испании, Оксана Шевчук в Украине. Очень тяжело было найти консультанта по калмыцкому, но однокурсник Сережа мне нашел целого калмыцкого певца, который любезно и терпеливо поставил мне все сложные звуки. В общем, люблю я этот процесс. И пятое. Сколько все это стоит? Кто за это платит? Стоит это все дорого. Работа с профессионалами, работа вживую, большое количество нового материала стоит дорого. И плачу я за это сама. Безусловно, это одна из причин, почему все идет не так быстро, как могло бы. Но это имеет и свои неоспоримые плюсы. И я делаю именно то, что я хочу. Пожалуй, довольно на сегодня откровений. Поверьте, это далеко не все, чем бы я хотела поделиться. Но побуду шахерезатой. Чтобы не разочаровать поклонников первого сезона «Пани на диване» и рассказывать не только о себе, я даже сделала прививку, чтобы получить QR-код и попасть в Большой театр на балет Эйфмана. Если система не подведет, то в следующий раз я расскажу именно об этом. О своих впечатлениях. Если вам интересно наблюдать за сериальчиком и узнать, стану ли я звездой, найду ли я себе подходящего продюсера, начну ли я зарабатывать миллионы на своем творчестве, не переключайтесь. Спойлер, я продолжу заниматься этим, даже если мне всю жизнь придется быть собственным, единственным спонсором, даже если у меня не будет миллионов, не будет миллионов подписчиков в Инстаграме, миллионов долларов на счету, даже когда мне исполнится 70. Закругляясь, еще раз напоминаю вам, что можно подписаться на мой YouTube-канал, поставить уведомления, Инстаграм, сообщество ВКонтакте, подкаст «Пани на диване» и купить билеты на музыкальный спектакль в Ивановской филармонии 4 сентября 2021 года. С вами была Ольга Амосова, в прямом смысле «Пани на диване». Всех обнимаю. До скорых встреч!